Атмосферненько. Раз видно, едем в Нормандию. Всем привет! Доброе утро у нас. Хотя, как сказать, утро, по-моему, уже где-то... Упс, полвторого. Ладно, уже не утро. Но добро пожаловать в новое видео. Я немножко приболела, поэтому, к сожалению, вам придется смириться с моим голосом слоненка. Но, тем не менее, утро сегодня необычное, потому что мы начинаем его в Нормандии, в Дьепе, где мы не были... Слушайте, ну, наверное, год. Возможно, даже больше. Давайте я вам быстренько покажу квартиру, которую мы сняли. Ну, а потом уже дальше будем продолжать день. Куда-то поедем. Квартира, конечно, начинается с обхода. И вот так вот сразу в коридорчике такой вот дизайн интересный. Это, кстати, настоящая шляпа висит. Такая фетровая. Здесь дверь ведет сразу в спальню и в комнату, но мы пойдем с вами вокруг, потому что дверь эта заблокирована нами. Я потом покажу, почему. Здесь я в зеркале. И вот дальше продолжается коридор. Здесь тоже стоит наша обувь, висит уже одежда. Коляска, посмотрите, в какое у нас состояние складывается. Да, как вы поняли, здесь уже везде стоят, висят, лежат, валяются наши вещи. Поэтому, как в реальной жизни, все, конечно, немного более разбросно, чем было, когда мы приехали. Но, как есть. Значит, дальше идет ванная. Здесь такое классное зеркало. Оно делает эффект блогерского зеркала. Очень удобно краситься. Хоп, здесь душ и здесь туалет. Здесь тоже уже стоит все наше. Выходим из ванной. И здесь вот такая вот кухня. Здесь, кстати, прям все есть очень классно. Даже спички, соль, все. Здесь вот очередной такой камин заблокированный. Как практически везде. И зеркало очень красивое. Так. Пойдемте дальше, а потом покажу вам наш потрясающий вид. Кстати, посмотрите, какие детали. Даже вот здесь стоят такие растеница. И вот здесь тоже такие растеница. Так. Ну, а из кухни, когда мы выходим... Я тебя поймала. Муж старательно избегал камеры. Но все равно попался. Вот. И заходим здесь. Комната первая, где спит старшенький. Ку-ку. Это диван, который складывается. Но мы его, соответственно, уже разложили. Здесь, кстати, стоит пакетик с вещами, которые нам подарили малышу. Целый огромный пакет. И что классно, это то, что народ дарит действительно вещи там на 6, на 9 месяцев. В общем, не на сейчас, которые уже будут малы очень-очень быстро. Вот так вот выглядит сама комната. Оп. И она соединяется со спальней. Кстати, здесь тоже такой вот камин. Здесь такие вот тоже интересные. Тоже перчатка лежит. Из такой же ткани, какой обтянуто кресло, кстати говоря. И вот такое вот зеркало. Пошарпанное, старинное. И тут лежат мои штуки. Новые сережки из Зары. Очень классные, мне очень понравились. Моя сумка отреставрированная, которую вы видели в прошлом видео. Тоже какая бабочка красивая. И книга, которую я взяла с собой читать. Правда, еще не начала. Потому что мне нужно дочитать сначала Фрая. Потому что, как я вам уже рассказывала, моя читательская история с Гейманом не очень пока. Удачная, скажем так. Американских богов я бросила. Правда, это было уже лет, наверное, 8 назад. Поэтому, наверное, нужно попытаться снова почитать. Дым и зеркала я читала, но вообще не помню, что там. И Благие знамения я читала. Но, кажется, мне там понравились именно пассажи Пратчета. После чего я начала читать непосредственно уже цикл о плоском мире самого Пратчета, опять же. И да, мне очень-очень зашло. Как я вам тоже уже рассказывала. Но вот попробуем. Многие из вас мне советовали начать с истории с кладбищем. Посмотрим, почитаем. Надеюсь, что пойдет лучше в этот раз. Сейчас пойдем с вами туда в спальню. И вот здесь, смотрите, прям такое как окно в спальню. Очень необычно. И та самая дверь, которая заблокирована, которая ведет в коридор. Здесь у нас просто стоит, видите, детская кроватка такая переносная. Ну и здесь, соответственно, уже наша кровать. Вот так здесь выглядит. Тоже довольно красиво, интересные потолки высокие. Вот так вот. Честно, мы очень довольны, что нашли такую квартиру. Она прям чистая, светлая. Не с каким-то дурацким дизайном, как иногда бывает, очень часто. В общем, нам все нравится. Здесь все есть. На самом деле, мы с собой взяли фен на всякий случай, потому что не было указано, что он есть. Но здесь есть даже фен, поэтому... Ну, а теперь давайте покажу вам наш вид из окна, потому что это просто бомба. Так, давайте откроем окно. Он открывается, хоп. И вот такой вот у нас вид. Прямо на колесо обозрения. И на, соответственно, порт. Музыка. Не было, но давайте я вставлю несколько кадров. Там, по сути, я просто показывала еду. То есть, принцип был такой, что все собирались... Не знаю, сколько было народу. Наверное, человек 40 примерно. Но, в общем, принцип был такой, что каждый с собой привез какое-то блюдо, чтобы, в общем, не заказывать какой-то масштабный кейтеринг, что-то такое. И, по-моему, это очень классная идея. Действительно, когда каждый привозит, каждая семья привозит с собой какое-то свое там любимое блюдо сладкое, соленое, что-то такое. И потом уже, соответственно, десерт заказали на всех такой праздничный. Хотя были и те, кто привез с собой какие-то пироги, пирожные, что-то такое тоже. Ну, а так, в целом, действительно, там снимать нечего было, потому что все просто-напросто разговаривали много часов подряд, как это бывает во время любых, пожалуй, французских застолий. Вот так. Чем занимается народ на празднике? Погода, конечно, прям нормандская. А море где-то там, за машинами. О-ля-ля. Кэт жур? Кэт жур. Муж говорит рассказать вам такую местную шутку, что ли, что в Нормандии дождь идет всего два раза в неделю. Первый раз три дня, а второй раз четыре. А еще мы прошлый раз, по-моему, когда как раз здесь были, это было летом прошлого года как раз, мы ходили вот в тот замок на горе. Я залинкую вот здесь обязательно видео. Посмотрите, если не видели. И устрочная. Ну и-оли-оли-оли, Перемотелки. Мы вчера приехали сюда, когда уже было совсем темно. И даже не видно было, где мы, собственно говоря, были. Но вот теперь хоть сама тоже посмотрю и вам покажу. Коляска пока проезжает. И вот в этом домике, собственно говоря, и находится та самая комната празднеств. Как я ее назвала. Такие вот здесь домики. И в Нормандии, конечно же, очень много гортензий. Так как наконец-то дождь перестал, вот как раз и смогу вам показать немножко местные домики. Это такая прям Нормандия-Нормандия. Смотрите, мы зашли на ярмарку, на маленькую. Вот такая вот здесь садоводческая ярмарка. Березюка здесь, конечно, знатная. Ну, хорошо, что у меня мартинцы. Нормандия-Нормандия-Нормандия. В ожидании Рождества. Да, согласна, совсем чуть-чуть осталось. Да, спасибо. Это репродукции. Это на самом деле картины какого-то украинского мастера, украинского художника. Смотрите, какие интересные деревья. Если кто-то специалист знает, что это, напишите мне, потому что прям очень классные. Интересные, я таки не видела никогда. Груш валяется, потому что грушевое дерево. Потому что Нормандия, конечно, такой яблочно-грушевый регион. Не зря здесь сидр делают. Ой, я иду прямо по грызюке. Приходится смириться. Смотрите, украинская матрешка. Это разные города. А вот так этот вид выглядит ночью. Тоже красотища невероятная. Так, ну-ка, что у нас тут мой басарек. Пан шоколад и кроасанчики. Привет, снова следующий день. Вчера мы по итогу особо больше ничего не делали. Мы опять ели, опять разговаривали. Мы уже позавтракали, и сегодня хотим как раз дойти наконец-то до моря, погулять немного по городу. Я надеюсь, если снова не польется дождь. Я утеплилась, видите, в своей любимой штучке под пальто. И вот это вот был как раз наш дом. Ну, в общем, пять минут спустя. И мы даже не можем достать зонт, потому что... Потому что сильный ветер. И зонт просто выворачивается. Идет дождище, но мы все равно идем к морю. Да! Да! Парочка таких же сумасшедших, как мы. Очень хочется сделать вот так. Но хоть море посмотрели. Не зря доехали. Классная прическа. Во! Ой, еще и капли на объективе. Вообще класс. Не знаю, где все остальные. Пошли искать. Ну, красиво, конечно. Что делают все славяне женского пола, когда ветер, дождь? Правильно. Теперь я такая Маруся, но зато мокрые волосы на ветру. Теперь не так холодно. И, по-моему, я уже показывала вам однажды, но да, рыбачить здесь запрещено. От чайки переходят дорогу. Идем сейчас ищем ресторан, где бы поесть. Потому что, если вы помните, то мы постоянно попадаемся на этом, на том, что здесь после двух негде поесть. Как раз пошел дождь, и мы заходим в ресторан. Так, ну что, сканируем меню. Оп. И на улице, как раз, опять идет дождь, просто стеной. Уоп-ла, капучино, c'est pour? C'est pour moi, si vous le faites. И у нас панда в Guinness. Спасибо. И вот, и у нас панда в миле. И у нас есть панда в миле, и у нас есть панда в миле, и у нас есть панда в миле. Так, ну что, пока я уходила с малявочкой, муж тут все снял, еще я не видела, что там, но время пробовать. Вкусно? Вкусно. Тебе нравится? Я сейчас не попробовал. Муж сказал, что он просто снял видео, поэтому я расскажу, что же там все-таки было. А ребята взяли в основном мидий. Ты взял мидий, да, точно? Мидий, да, там, с какими-то грибами. А я взяла сыр, который называется «Наш отель». Он такой расплавленный, и к нему идет маленький салатик и хлеб, поэтому... А, вот здесь еще, кстати, мед. Забыла вам сказать, что это еще и с медом. Очень-очень вкусно. Смотрите, как надо есть мидии. Так. Никакие приборы не нужны. Оп. Так, находим мидию. Открываем, и... Оп. Отлично. Мяси. И вот вам погода. Буквально прошло, наверное, минут сорок. Ярчайшее солнце. Синее небо. Абсолютно сумасшедшая погода, как всегда здесь. Смотрите, с чем бывают мидии. Аля манья, это с томатами, со сметаной, с карри, с испанскими сосисками чоризо, со сливками и с чесноком, с сидром, с камамбером, с ракфором и с сыром «Наш отель». Это тот самый сыр. Очень яркое солнце, которое я только что ела расплавленный. Вот так. Ну что, нам уже пора уезжать, и вот на это колесо мы не попадаем. Но мы много лет никак не могли сходить в замок, и однажды все-таки попали прошлым летом. Вот теперь у нас цель, мне кажется, попасть вот на это колесо. Надеюсь, что мы не несколько лет будем до него добираться, но я бы хотела. Такая половина дома почему-то, смотри. Остановились на секундочку, чтобы... Да, мы были вот там вот внизу на пляже. Вышли, чтобы вот такой вот прекрасный вид посмотреть и сфотографироваться где-то у меня здесь. Вот. Красиво, правда? Очень красиво вообще. Да, на пляже никого почти нет. Но вид, конечно, потрясный здесь вообще. Невероятное море. Вон, помаши там Англия. Привет! Привет всем, кто меня смотрит из Англии, как обычно, по традиции, в этом месте. Привет! Миссия выполнена. И сейчас главный вопрос это, сколько нам понадобится, чтобы доехать до дома, потому что, ну, это как раз получается конец длинных выходных, длинных выходных хэллоуинских. То есть сегодня 1 ноября. И обычно на дорогах в это время огромная толпа. У меня, кстати говоря, садится голос, потому что, да, нос у меня теперь дышит, все ее больше не слон, но теперь я немножко Фиби, когда у нее была простуда. Потому что теперь у меня до свидания голос. Ну, в общем, надеюсь, что мы быстренько доедем. Ну, а пока мы стоим и заправляемся, я с вами попрощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее такое маленькое, коротенькое видео. Я предполагаю, оно было, потому что я, опять же, не знаю, сколько оно будет по... Кто там соску сосет так громко? Не знаю, сколько оно будет по длине. Но, да, надеюсь, что что-то я все-таки смогла заснять, несмотря на то, что действительно в основном мы ели разговаривали. То есть пробыли-то мы здесь 3 дня, но, по сути, ничего особо-то и не видели. А когда могли погулять, в основном был всегда дождь с стеной. Но, тем не менее, все равно было круто сюда вернуться после... Буквально прошло, наверное, года полтора уже. Вот, надеюсь, что мы вернемся сюда все-таки опять снова не через полтора года, а уже в скором времени. И, да, с вами я прощаюсь, но ненадолго. До следующего видео, как обычно. Пока!